Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Отработать все меры безопасности детей и жителей региона. Такое поручение дал губернатор Дмитрий Азаров сотрудникам правоохранительных органов. В Самарской области ожидают новую волну снегопадов. Задача дорожных служб сейчас вывести на полигон с городских улиц скопление снега. С 1 января траты россиян на основные продукты питания выросли, что подорожало. Знаковый день в истории страны. 27 января 1944 года Ленинград был освобожден от фашистской блокады. Холокост, уничтожение, сопротивление, спасение. В Самаре открылась выставка, посвященная Второй мировой войне. За сутки в Самарской области зарегистрировали 275 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе 39 136. Такие данные в эту среду опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 263 человека. Всего с начала пандемии из больниц выписали 36 137 человек. В марте в России может заметно снизиться заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. Страна вошла в фазу стабилизации, которая обычно длится месяц-полтора. Это значит, что похожая ситуация с заболеваемостью продлится до конца февраля, а затем количество заболевших может пойти на спад. Это спрогнозировали в НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Ну а меры по предотвращению COVID-19 обсудили на очередном заседании регионального оперштаба. Режим повышенной готовности продлили, а беременные женщины смогут работать дистанционно. Олег Зверев ознакомился с новыми решениями. Режим повышенной готовности в Самарской области продлен до 14 февраля. Эпидемиологическая ситуация в регионе остается напряженной, но показатели и суточного, и еженедельного прироста заболевших снижаются. В основном за счет уменьшения заболеваемости детей до 6 лет и тех, кто старше 50. Что же касается ОРВИ и внебольничной пневмонии, здесь цифры ниже прошлогодних, а эпидемический прирост превышен только за счет взрослого населения. У нас по деткам, по школьному возрасту, превышения порога нет. Я правильно вас понял? У нас превышение идет именно по совокупному населению за счет взрослого населения. То есть по детям у нас превышения нет? Да. Нет. Многие больницы, ранее перепрофилированные под ковид, возвращаются к привычной работе. В первую очередь это касается отделений по лечению сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний. В регионе удвоено число прививочных пунктов. Вакцины от коронавируса поступают в плановом порядке. На сегодняшний день вступило 21 доза, 1942 дозы вакцины. В прошлую пятницу нам поступило внеплановых 10 тысяч доз. Следующая поставка планируется в период с 1 по 07 февраля этого года. И это 51 100 доз. А также в период с 8 февраля по 28 февраля мы еще ожидаем 79 200 доз. Еще раз, коллеги, хочу всем напомнить о том, что вакцинация носит добровольный характер. Постановлением штаба утверждено еще одно важное решение. Оно касается беременных женщин. Теперь трудовой кодекс позволяет перевести их на дистанционный формат работы. И это право должно быть реализовано. А вот вопрос, который касается всех без исключений, это массовые мероприятия. Они по-прежнему отменены. Не было новогодних и рождественских гуляний. Зато находятся те, кто, вопреки здравому смыслу, собираются на тусовки и вовлекают в это несовершеннолетних. Поручение вице-губернатору, ответственному за безопасность, навести порядок. На мое имя поступило письмо родительской общественности, которое возмущено действиями отдельных политиканов, призывающих к участию к митингам, различным противоправным действиям детей и подростков. Родительская общественность уже не просит, а просто требует защитить, оградить от провокаций и шествий детей, территорию школ, места, которые предназначены для массы отдыха и прогулок с детьми. Даю поручение, Владимир Николаевич Бурыкин, вам в течение 48 часов отработать все меры безопасности, обеспечения безопасности детей и жителей региона по всем муниципальным образованиям. Это решение поддержала самарская общественность. Подобные мероприятия категорически недопустимы не на территории нашего города, не на территории нашей страны и в мире в целом, поскольку цель этих митингов, таких зловещих ситуаций одна – выбить из душ и умов наших детей, подростков определенные ценности. Вот эти действия, которые активно пропагандируются в социальных сетях, они приводят к тому, что подростки дестабилизированы и не понимают, как правильно участвовать в общественной жизни. Когда идет такой большой поток лавин людей, конечно же, это будет небезопасно и для окружающих, потому что гуляют и с семьями, и с маленькими детьми, пожилые люди. Поэтому, конечно же, есть вероятность того, чтобы просто попасть, скажем так, в эту струю, когда человек даже этого не предполагал. Также дано поручение главам городов и районов усилить работу по проверке соблюдения мер безопасности в общественных местах. Олег Зверев, События. Сегодня сотрудники Роспотребнадзора совместно с полицией и районной администрацией проверили соблюдение санитарных норм в одном из торговых центров Октябрьского района. Убедились, что персонал надевает маски и перчатки, а на фудкорты не пускают подростков. За работой надзорных ведомств наблюдал наш корреспондент Михаил Ермоленко. Приветливый сотрудник встречает посетителей на входе в маски, перчатках и с электронным меню. На время коронавирусных ограничений фудкорты в самарских торговых центрах превратились в небольшие кафе. Чтобы получить заказ, теперь не нужно подходить к кассе. Официант принесет его к вам за столик. Во-первых, у сотрудников это работа. Что-то меняется в работе. К этой ситуации уже люди привыкли и знают, что только у нас идут все меры, направленные на здоровье посетителей и в первую очередь нас самих, чтобы мы продолжали так же работать и встречать посетителей. Для обеспечения социальной дистанции пространство для приема пищи разграничили. За соблюдением санитарных мер каждый день следят сотрудники районных администраций, полиции и представители Роспотребнадзора. Проверяют, протираются ли столы на фудкортах, носят ли сотрудники маски и перчатки. А также ловят несовершеннолетних, которым сейчас находиться в торговых центрах без родителей запрещено. Наша основная задача создать такой режим, при котором максимально будет защищено здоровье нашего населения, наших жителей. Ну, в принципе, если вы посмотрите по странам, вы заметите, что большая часть людей даже сейчас находится в масках. Это говорит о том, что принимаемые нами меры дают результаты. Ограничительные меры коснулись и кинотеатров. Ношение масок и перчаток для сотрудников здесь обязательно. В Октябрьском районе за время ограничений выявили 269 нарушений, а сегодня проверяющие нарушителей не обнаружили. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков, События. В ближайшие дни в Самарской области ожидают новую волну снегопадов. Дорожные службы работают в усиленном режиме, готовясь к изменению погодных условий. Задача по максимуму – вывести на полигон с городских улиц накопление снега, которое временно складирует на свободных площадках. Как это происходит, выяснила наша съемочная группа. Улица Фадеева была отремонтирована по национальному проекту «Безопасные качественные автомобильные дороги». А сейчас выполняются работы по содержанию участка. Главная задача сезона – своевременная расчистка и вывоз снега. Работа и контроль за их исполнением проводятся ежедневно в круглосуточном режиме. В данный момент сформирован вал под вывоз снега в большом количестве, учитывая, что уже несколько тысяч тонн снега с улицы Фадеева вывезли. И предстоит порядка, ну, я думаю, раза в три-четыре больше еще нужно вывозить. В этом году в Поволжье выпало рекордное количество осадков. Соответственно, выросли и сугробы на городских улицах. Снежные горы на газонах – временные явления их уберут в ближайшие дни. Так, чтобы до следующих обильных снегопадов успеть вывезти все. Мероприятие по вывозу снега превыполняется преимущественно в ночное время, для того, чтобы не создавать трудности для движения как коммунальной техники, так и жителей нашего города. Достаточно идет именно массированный вывоз снега. С большим количеством привлеченной техники работают полигоны по максимуму. Параллельно идет и уборка проезжей части. Всего в ночь на 27 января на городские улицы вышло 566 единиц специализированной техники. Олег Зверев, Сергей Баскин, События. С 1 января траты россиян на основные продукты питания выросли в среднем до 4% по сравнению с декабрем. На налоговый вычет смогут рассчитывать и те, кто приобрел абонементы в спортивные учреждения. Дефицит полупроводниковых микросхем на мировом рынке может привести к росту цен на смартфоны, планшеты и другую электронику российского производства. Обо всем подробнее в нашей рубрике «Новости экономики». Здравствуйте! Вы смотрите «Новости экономики». Расскажу о них я, Виктория Шаре. Доллар вырос на 0,78% и сегодня стоит 75 рублей 63 копейки. Евро поднялся на 0,52% и сегодня торгуется на отметке в 91 рубль 67 копеек. Об этом свидетельствуют данные Центробанка России. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки «Брент» на лондонской бирже – 55 долларов 93 цента за баррель. Биткоин сегодня стоит 31 664 доллара. С 1 января траты россиян на базовые продукты питания выросли в среднем до 4% по сравнению с декабрем. Об этом говорится в исследовании крупнейшего в России оператора фискальных данных. Так, чек по дарницкому хлебу за месяц вырос на 4% до 29 рублей. За год рост составил 11,5%. Увеличились расходы на пшеничную муку и подсолнечное масло на 3%. Причем рост трат на масло за год составил 47%. Для муки повышение достигло 25%, для гречки – 26%. Единственным товаром, траты на которые снизились по сравнению с декабрем, оказался сахар-песок. Его цена опустилась на 4% до 52 рублей. Но по сравнению с январем 2020-го, сейчас этот продукт стоит на 68% дороже. В конце декабря правительство России начало регулировать цены на базовые продукты питания. Первые ограничения коснулись подсолнечного масла и сахара. В дальнейшем их могут распространить на макароны и яйца. На налоговый вычет смогут рассчитывать те, кто приобрел абонементы в физкультурные или спортивные учреждения. Сейчас социальный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц можно получить при оплате образовательных услуг и покупке лекарств. Правительство предлагает предоставить такую льготу людям, которые пользуются физкультурно-оздоровительными услугами. Максимальный размер вычета при приобретении абонемента составит не более 15,5 тысяч рублей. Вводящий такую норму законопроект принят Госдумой в первом чтении. Чтобы получить деньги, следует в конце года подать декларацию по НДФЛ в налоговую инспекцию по месту жительства. К заявлению надо приложить копии документов, подтверждающих право на вычет. Реализовать такое право можно не позже трех лет с момента уплаты НДФЛ. Дефицит полупроводниковых микросхем на мировом рынке может привести к росту цен на смартфоны, планшеты и другую электронику российского производства. Многие продукты дорожают на 20-30%, некоторые на 50%. По словам специалистов, больше всего ощущается нехватка микрочипов, которые управляют дисплеями. Также она распространяется на чипсеты и микрочипы для камер. Российские разработчики и производители электроники сейчас сталкиваются с задержками в поставках комплектующих. В среднем они составляют 2-3 недели. В условиях дефицита комплектующих растет рынок перекупки и контрафакта. Завышаются цены редких компонентов, растут инвестиции в дизайн продуктов. В этом случае компании очень часто получают контрафактные компоненты и рискуют качеством своей продукции и репутацией надежного производителя. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. Сегодня в стране памятная дата. Исполняется 77 лет со дня полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады. Героическая оборона города на Неве продолжалась 872 дня. И за это время вражеским войскам так и не удалось вступить в город, сломить сопротивление и дух его защитников. В память о тех событиях 27 января в России отмечают День воинской славы. В Самаре возложили цветы к вечному огню. Сегодня в городе проживают 136 жителей блокадного Ленинграда. Воспоминаниями некоторые из них поделились с Марией Левиной. Валерий Давгяла родился за 10 дней до начала Великой Отечественной войны. Весной 42-го последним эшелоном по Ладоге на руках у мамы покинул город на Неве. Ехали цепочкой из пяти машин, рассказывает Валерий. До места назначения доехали только две. Остальные затопили бомбардировщики. Несмотря на то, что я был маленький, когда я вернулся из эвакуации в 44-м году, я вот тем не менее, хотя я вплотную не сталкивался с этим, но я увидел пленных немцев. Они в городе восстанавливали. Я маленький был, собственно говоря. Мы не разрешали сначала общаться с ними, охрана, а потом потихонечку контакт. И вы знаете, я вот в их глазах, было бы все время, ну какая-то, понимаете, вот грусть и как-то раскаяние. 27 января 44-го, после 872 дней фашистской блокады, город на Неве был полностью освобожден. В 90-х указом президента в этот день утвердили праздник День воинской славы России. Валерий Иванович сегодня возглавляет Самарскую общественную организацию жителей блокадного Ленинграда. Вместе с ветеранами пришел почтить память павших и возложить цветы к вечному огню. Вслед за ветеранами почтить память пришли и молодые ребята, курсанты. Алексей Баранов учится на втором курсе в юридическом вузе. О доблестной службе в органах мечтает со школьной скамьи. Для Алексея это семейное дело. Сегодня он тоже возлагает цветы к мемориалу. Храбрые люди, сильный духом. Может, не каждый смог бы выжить. Даже есть дневники блокадных. И когда читаешь эти дневники блокадных, Ленинграда прямо слезы пробираются. В Самаре проживают 136 жителей блокадного Ленинграда. В 90-й школе работает музей, посвященный событиям тех дней. Экскурсии для детей проходят ежедневно. 27 января ежегодно ветераны получают поздравления. До пандемии к ним приходили в гости. В этом году пришлось ограничиться звонками. Каждый житель не остается без внимания. Обязательно в этот день, в настоящее время, учитывая эту обстановку, совершается звонок. Чтобы человек понимал, что о нем помнят, заботятся и поддерживают. Сегодня очень важно сохранять память о Великой Отечественной войне и передавать из поколения в поколение пример мужества, выдержки, того взаимопонимания и той взаимопомощи, которую пережили жители блокадного Ленинграда. В четверг в Дворце ветеранов состоится телемост с правительством Санкт-Петербурга. На связи будут блокадники со всей страны. Мария Леевна, Дмитрий Мешканцов. События. В самарских школах проходят уроки мужества, посвященные подвигу жителей блокадного Ленинграда. Знают ли современные школьники об одной из самых трагических страниц в истории страны, выяснила Лариса Шалафаст. О судьбе своей бабушки, жительницы блокадного Ленинграда Антонина Ярко, на уроке мужества рассказывает Ксения Ярко. Антонине Семеновне было 16, когда вражеские войска взяли город в удушающее кольцо. Днем девушка работала на заводе, ночью дежурила на крыше предприятия, гасила падающие бомбы. В 43-м Антонину эвакуировали в Куйбышев. О том времени бабушка вспоминать не любила, рассказывает Ксюша. Но даже ее редкие воспоминания создали у внучки представление о том, насколько тяжело было жителям блокадного города. Она видела это своими глазами, она ощущала это на себе все. Она понимала, что значит слово «война». Сейчас для нас война – это просто понятие. Мы не понимаем, что такое истинная война и как это происходит. Я считаю, что нужно это обязательно помнить. Во-первых, это большой вклад, это история наша. И это люди, которые были там на войне, они сражались за нас, за наше будущее. 27 января исполняется 77 лет со дня снятия блокады Ленинграда. Осада непокоренного города продолжалась почти 900 дней. Несмотря на холод и голод, отсутствие водопровода и постоянные бомбежки, многие люди до последнего не хотели покидать город. Ученики признаются – мужество и стойкость блокадников поражают. Сотрудники Ленинградского всесоюзного института растеневодства, в нем хранились семена всех растений, которые есть на земле. И вот эти голодные работники, несмотря ни на что, они сохранили эти семена, чтобы ничего с ними не случилось. В 154-й Самарской школе в честь памятной даты проходят не только уроки мужества. Для учеников в школьном зале славы проводят экскурсии, а также организована выставка рисунков. Главное – их заинтересовать. Понимаете, как преподнести. Это очень важно. Каким способом их увлечь. И ребенку будет нравиться все. И просмотр кинофильма, и экскурсии в зале боевой славы, или интерактивные какие-то викторины, диспуты, дискуссии. При школе действует и тимуровское движение. Дети помогают ветеранам. В период пандемии волонтеры приносят пожилым людям продукты и лекарства. Педагоги считают, что только так, через личное участие и общение с ветеранами, дети смогут осознать значение подвига, который совершили их предки в период Великой Отечественной войны. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События. Никакой муки, только целлюлоза, жмых, хвоя и обойная пыль. Каким был хлеб в блокадном Ленинграде, рассказали самарским школьникам волонтеры Победы. Этот хлеб 125 грамм выдавали детям, инженерам и служащим. Об этом очень тяжело думать, конечно. Я бы не смог, конечно, от себя скажу, я бы не смог так прожить. Очень интересно послушать то, как люди могли выживать всего на один кусочек хлеба в какой-то промежуток времени. Это очень страшно. Если мы забудем то, что было тогда, не дай бог случится заново это. Самое главное – это сохранение исторической памяти. Помнить и чтить своих родственников, которые в те годы. Примерно год назад я общалась с блокадницей, и вот ее самое яркое воспоминание – это вот эти граммы хлеба. Это было единственное, что они ели. В заключении встречи школьники посмотрели документальный фильм и ознакомились с азбукой Морзе. Самара присоединилась к всероссийской акции «Неделя памяти жертв Холокоста». До 31 января в крупных городах страны будут проходить тематические спектакли, концерты, выставки. Акция приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января. Сама реакция стартовала с заседания «Круглого стола». Подробности в нашем следующем сюжете. На связи с Самарой Москва ученые и общественники принимают участие в заседании «Круглого стола». Это одна из составляющих всероссийской акции «Неделя памяти». Она приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января. В этот день в 1945 году советские войска освободили лагерь смерти «Аушвиц». Память о Холокосте и геноциде – это то, что нас делают людьми. Мы не можем допустить повторения всех этих вещей. Мы знаем, что эти события невозможно оставить в рамках чисто еврейской темы. Это тема абсолютно для всех. Геноцид – это страшная вещь, которая не может оставить кого-то в стороне. Поэтому мы, безусловно, собираем всех наших друзей, всех близких, уважаемых наших любимых людей, чтобы они тоже имели возможность высказаться и обменяться мнениями, сказать какие-то важные слова от сердца. По экспертным оценкам, которые приводит российский и еврейский конгресс, порядка 6 миллионов евреев было убито во время Холокоста с 1938 года по 1945 год. Как могло такое произойти в просвещенной Европе в 20 веке? Холокост – это общечеловеческая трагедия. Холокост – это апофеоз зла, это преступление против человечности, когда человек убивает себе подобное самым изощрённым способом. Страшнейшее преступление. И об этом мы должны знать, помнить и передавать будущим поколениям, что в истории человечества такое страшное произошло, и мы никогда не должны допустить подобное. Всероссийская акция «Недели памяти жертв Холокоста» продлится до 31 января. В крупных городах страны будут проходить вебинары, тематические спектакли, концерты и выставки. Лариса Шалафаст, Василий Колдашов. События. В Самаре открылась историко-документальная выставка «Холокост. Уничтожение. Сопротивление. Спасение». В экспозиции – личные письма, фотографии и дневники тех, кто сопротивлялся, боролся и противостоял геноциду. Подбор, обработку документов и подготовку аннотаций для стендов сделали сотрудники Московского центра «Холокост». Уникальные материалы тяжёлого времени изучила Ольга Павлова. Более сотни посетителей в день открытия. Зрители отмечают, выставка уникальна. Собирать документы, которые легли в её основу, начали ещё 30 лет назад. Организаторы Московского научно-просветительского центра «Холокост». Личные письма, дневники, фотографии и детские рисунки собирались по всему миру. Энтузиасты записывали свидетельства страшного и тяжёлого времени. Копиями своих документов поделились десятки российских и зарубежных архивов и музеев. Бесчеловечность нацизма не знала пределов, не знала границ. И те люди, те страны, которые предназначались на заклание Гитлеру и фашистским армиям, они в итоге оказались освободителями не только собственных территорий, но и всей Европы в целом. Впервые в истории Второй мировой войны еврейское гетто было освобождено совсем недалеко от Москвы, в Калуге, уже 30 декабря 1941 года. Решающую роль в освобождении узников нацистских лагерей сыграла Красная армия. На стендах имена советских врачей, которые спасли полуживых узников Освенцима. Эти же медики боролись и за жизни блокадников. В экспозиции фотографии не только жертв, но и тех, кто сопротивлялся, боролся и противостоял геноциду. В каких условиях жили и умирали люди? Причём вот правильно здесь сказали, это дети, женщины, старики, которые не воевали. Это было мирное население. Я просто не представляю, как эту трагедию можно было пережить и как это можно было допустить. И что руководило этими людьми, которые устроили геноцид целой нации. Открытие историко-документальной выставки приурочили к ежегодной акции «Неделя памяти жертв Холокоста». Увидеть экспозицию жителей Самары и региона смогут в историческом парке России «Моя история». Вход свободный. Ольга Павлова, Максим Гусев. События. На этом наш выпуск завершён. Заходите на сайт Самара ГИС, подписывайтесь на наш телеграм-канал и на официальные страницы в социальных сетях. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Всего вам самого доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!